Музыкальный марафон, который объединил десятки рок-звезд, прошел в Москве. В прямом эфире телеканала РЕН-ТВ музыканты исполнили хиты Виктора Цоя. Так они поддержали его отца, который в последние месяцы борется с онкологическим заболеванием. На лечение ушло более двух миллионов. Сумма для семьи огромная. Певцы и журналисты объединились и помогли собрать деньги. Семен Ремин об уникальной рок-эстафете. Ему всего 14, и за ним старт этого марафона, который стал еще и своеобразной эстафетой. Место в телеэфире Вова передаст ночным снайперам и дальше по цепочке песня за песней, группы «Пилот», «Серьга», «Чайф», «25-17» и даже Гоша Куценко. Я очень люблю творчество про Цоя и помогать ему в большой части. Кумиру Вовы было примерно столько же, когда он впервые взялся за гитару. И тогда в семье Цой это увлечение посчитали мимолетным. Никто даже представить не мог, что будущая звезда по имени Солнце спустя годы светом и теплом своего таланта может спасти собственного отца. Вот отсюда вот такой кусок мяса вырезали, раковый, осяг, можно сказать. И вместо него вставили вот отсюда, живое, понимаете, и пришили. И вот оно у меня 10 дней туда проживало. Злокачественная опухоль слизистой рта. Диагноз Роберту Цою поставили в мае. Сказали, лучше оперировать за границей, в Израиле. Все, к счастью, обошлось. Но обошлось дорого. Больше двух миллионов рублей для скромной семьи – огромные деньги. Едва коллеги, телеканал РЕН и наше радио бросили клич, нашлось огромное количество желающих помочь. Так возникла идея этого марафона. Мы со своей стороны подключили наших музыкантов, которые с огромным пиететом относятся и к Виктору Цою, к его богатому творческому наследию. Практически у каждого артиста нашего формата, практически у каждого артиста нашей музыки есть свои кавер-версии песен Виктора Цоя. И, конечно же, многие из них обязаны Цою. Они, можно сказать, стали заниматься этим, услышав песни группы кино. «Мы все становимся добрее», – скажет Арбенина после выступления. «Мы снова почитаем старших, и это конкретная оттепель в самом сердце страны. Тому подтверждение остается прочувствовать и принять как руководство к действию». «Сегодня вообще грандиозный день, потому что в нашей стране такого еще никогда не было. Ни один рок-музыкант еще не помогал своим родителям так ярко и так откровенно. И совершенно все равно, в данном случае жив он или нет». Вот не пришло в голову взять с собой баллон с аэрозольной краской, а так теперь хочется похулиганить. То самое «Цой жив» уже ровно четверть века на всех фасадах и заборах страны. И здесь оно обретает особый, почти прямой смысл. Трехэтажка нашего радио посреди спального района. Концерт под крышей в студии с хорошей звукоизоляцией со двора не слышно. И входишь сюда, как на квартирник, формат из которого родом и группа кино, и весь русский рок. Та же камерная атмосфера, только зрителей миллионы. «Когда играешь в квартирник, это все на несколько уютно, комфортно. Ты чувствуешь себя как на кухне с друзьями. Здесь все-таки ты понимаешь, что это гиральный канал, и все такое, и так далее. То есть есть определенная доля ответственности, которую ты чувствуешь». Тем более, что на экране реквизиты счетов и перечисляемые каждую секунду деньги предназначены для спасения человека, показавшего Виктору Цою первые гитарные аккорды. И это уже не капля в море, а настоящая сила добра и сочувствия от тех, кто взял на себя ответственность и сказал «Дальше действовать будем мы». Семен Еремин, Станислав Борисов и Сергей Куликов. Пятый канал.